Здравствуйте, это Украла ФСИИ. Мы продолжаем нашу эфир. Я хочу напомнить, что спонсор канала – торговая марка Кейтман и медицинский центр «Призма». А с нами на связи Олег Жданов, которого мы очень рады видеть. Олег, здравствуйте. Спасибо большое, что нашли для нас время. Здравствуйте. Олег, ну, конечно, традиционно хотелось бы начать сегодняшний наш разговор с ситуацией на фронтах. Тем более, что похоже, что на фронтах ситуация очень динамичная, причем на всех направлениях. Не просто динамичная, она еще и динамичная в обоих направлениях. У нас практически получается четыре направления. Это Купинская, Лиманская, Бахмутская оперативная направление, 50 на 50, Авдеевка и Марьевка. Даже четыре с половиной получается. Это там, где враг продолжает, усиленно продолжает атаковать, пытается наращивать усилия и пытается продвинуться вглубь нашей территории. Мы вот на этих направлениях ведем, ну, я бы сказал, такую довольно жесткую и очень тяжелую оборонительную операцию. С другой стороны, опять же, начинаем на Бахмутском направлении, на Бердянском направлении, на Запорожском направлении, на Таврийском направлении. Мы, наоборот, пытаемся продвигаться вперед, у нас есть успех, где-то больше, где-то меньше, и мы пытаемся закрепиться на достигнутых рубежах. Такая, знаете, ситуация, я бы сказал, тяни и толкай. Кто кого передавит. Вот российские войска начали перегруппировку. Это для нас, как бы, хороший знак. Почему? Потому что они вытягивают резервы. Они перегруппировывают войска, и они вытягивают резервы для того, чтобы где-то усилить оборону там, где мы наступаем, где-то усилить наступление там, где мы обороняемся. Но в любом случае, на сегодняшний день, начало передислокации резервов, это то, чего добиваются. Вот эта вот ситуация, тяни и толкай, это фактически игра генеральных штабов. Кто первый заставит кого двигать резервы. Потому что кто первый ведет резервы в бой, тот будет в худшем положении. У того больше шансов проиграть, чем выиграть. Мы пока что малыми силами, у нас фактически войска, ну, я бы сказал так, первой очереди, первого эшелона, и те войска, которые были задействованы ранее на тех же оперативных направлениях в оборонительной операции. Мы делаем маневр огнем, у нас немного перемещается артиллерия, и у нас используется в качестве резерва, мы используем те части, которые находятся во втором эшелоне, которые обеспечивали ротацию на переднем крае. То есть практически вот таким вот образом мы пытаемся удерживать позиции там, где противник атакует. Так что ситуация очень такая, я бы сказал, она немного подвисшая, она немного нестабильная, потому что как может быть успех, так может быть и неудача. Вот, но тем не менее, я считаю, что вот это наступает такой, ну, нельзя сказать переломный, но очень такой существенный или значимый этап контрнаступления, потому что после этого этапа уже пойдет проседание фронта. Что такое проседание фронта? Проседание фронта, это значит, что мы сможем развивать успех. Смотрите, если мы сегодня смотрим на карту, ну, давайте вот тот же Deep State Map, да, у нас самый такой известный всем проект. Если мы посмотрим, у нас там, мы уже формируем три плацдарма для наступления. Это Бахмут, точнее, его окраины, это в районе Углидара, это там чуть-чуть южнее Углидара, это, по-моему, Гуляй-Поле, и в районе Пятихатки, в районе Орехова. Вот три плацдарма, которые уже даже на карте обозначились, и на некоторых из этих плацдармов мы дошли до первой линии обороны. Мы преодолели полосу обеспечения врага. Это о многом говорит. Это говорит о том, что мы можем теперь рассуждать и начать принимать решения, точнее, оценивать обстановку в плане введения в бой основных сил, где мы будем вводить основные силы. Вот, и так что это очень, для нас это, в принципе, довольно хорошая ситуация. Тяжелая, очень тяжелая, но, в принципе, хорошая. Олег, позвольте тогда некоторые уточнения, потому что вы уже сказали. Вот спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты наступают на Бахмутском и Марьинском направлениях. И наш генштаб сообщает, что именно там россияне держат армию в составе более 180 тысяч военных. Я правильно понимаю, что речь идет о вот тех резервах стратегических, или это еще не стратегические резервы, это просто те, кто там есть? Ну, немножко, немножко, я, конечно, не хочу ни в коем случае подправлять даже спикера, но дело в том, что между Бахмутом и Марьинком есть еще Акдеевка. То есть я так понимаю, вот как военный человек, для того, чтобы у людей не было, как бы, диссонанса в этом плане, я так понимаю, что это от Бахмута до Марьинки, вот на этом участке фронта российские войска где-то находятся в составе 180 тысяч. Где-то мы говорили, что Купенское и Лиманское направление в районе Луганской области там сосредоточено около 100 тысяч, такая цифра звучала, ну и примерно где-то, наверное, 100-150 тысяч на Запорожском направлении и Херсонском. Вот вам, пожалуйста, группировка в 330-350 тысяч, которые сегодня находятся на оккупированных территориях. Ну, там где-то еще, наверное, тысяч 30-50 может быть сосредоточено в Крыму, но они входят сюда. Где-то они там, можно их рассредоточить. Так что, вот так вот, корректнее было бы сказать, что на участке фронта, на всю глубину, да, вот эти 180 тысяч находятся. Но резерв это или не резерв, очень трудно определить. Все зависит от того, где какие части стоят. Но то, что они сейчас подтягивают из глубины части или снимают их с каких-то направлений, вот, на мой взгляд, сейчас мы организовали для россиян вилку. Вот сейчас Генштаб России, на мой взгляд, на растяжке, они не знают, что им делать. И либо им надо снимать где-то войска и удерживать Бахмут, потому что там реально нависает угроза, либо надо снимать войска и усиливать запорожское направление в районе Пятихаток, туда, в направлении Васильевки. Вот. В любом случае им надо делать перегруппировку. На сегодняшний день первый шаг они сделали, они бросили два полка, я так понимаю, они с Луганской, их сняли, с Луганской области, два полка воздушно-десантных войск на Бахмут, на Берховку. Вот. И фактически, да, это остановило наше продвижение. Мы на Берховке ведем сейчас ожесточенные бои, пытаясь возобновить продвижение. Там очень тяжелые бои, но, тем не менее, эти два полка внесли, но это уже переброска, понимаете, это уже переброска резервов. Что дальше? В районе Клещевки у нас, мы продолжаем развивать успех, значит, надо что туда? Русским надо туда подбросить еще войск. Где их взять? Вот главный вопрос. И я бы не сказал, там, стратегические резервы или оперативные резервы, а в любом случае, любое передвижение войск, особенно такое большое, как воинская часть, как полк, ну, это десантный, там, от полутора тысяч, может быть, и более, два полка, это где-то три-четыре тысячи они перебросили. Это очень существенно. И это десант, это считается, как бы, элита российской армии, самая боеспособная. И, кстати, они так и говорили, ну, раньше говорили после Вагнера, теперь перед Вагнером, да. Меняются приоритеты в российской пропаганде. Поэтому сейчас вот самое главное, чтобы россияне определились, откуда они снимают резервы, и мы будем тогда четко понимать, где начнет просаживаться фронт. Олег, позвольте вернуться к теме прорыва, или нет, давайте с Бахмутом закончим. Бахмутом, от чего больше всего опасаются россияне под Бахмутом? Что в идеале мы можем там теоретически сделать такое, что они вынуждены перебрасывать туда все время войска? А потому что, если мы возвращаем Бахмут, мы выходим на линию 2014 года, на Есиноватскую развязку и Пески. И все, вот он Донецк, вот она Горловка. Направо пойдешь, в Донецк войдешь, налево пойдешь, в Горловку войдешь. Пойдешь прямо между ними, пожалуйста, государственная граница. То есть, получается, для них он стратегически важен? Стратегически важен. И потерять Есиноватскую развязку, это дорога снабжения между Горловскими и Донецкими гарнизонами. Для них это будет просто катастрофично. Поэтому, и получая, это с одной стороны, а с другой стороны, тут еще политическая составляющая, огроменная политическая составляющая. Российская пропаганда из Бахмута сделала, ну, не знаю, символ этой войны, понимаете? Там же Пригожин со своими вагнеровцами, которых они сейчас уже пытаются закопать, прикопать, чтобы от них не отсвечивали. Но, тем не менее, они создали миф. Они создали миф второй армии мира, которая такими усилиями... Они молчат о том, что они за 9 месяцев прошли путь всего лишь 30 километров. А мы отвоевали за один месяц, отвоевали больше территории, чем они за 9 месяцев захватили. Они об этом помалкивают. Но сегодня, по идее, надо было бы выровнять фронт, выйти из Бахмута и определиться где-то с рубежом обороны. Но они не могут этого сделать, встать и уйти. Потому что это будет колоссальное поражение, моральное, политическое поражение в этой войне. Позвольте, Олег, вернуться тогда к первым линиям обороны, до которых мы добрались. Американская разведка написала, что Россия усовершенствовала тактику, направленную на замедление бронетанкового украинского наступления. Она использует эти бесконечные минные поля. И об этом генерал Залужин говорил, и многие тоже военные говорят об этом, которые там находятся. Вот эти минные поля, я так понимаю, что это большая, уже об этом не раз говорилось, проблема. И как теперь, что мы будем, как мы можем против этого действовать? И насколько это действительно замедляет украинское наступление? Насколько это критически для нас? Ну, они даже дальше пошли. Они сейчас перешли к тактике маневра минными полями. А это как? Ну, объясняю. Дело в том, что существуют установки дистанционного минирования. И они держат их, они их держат наготове. И как только она начинает выдвигаться, наша техника, они дистанционно устанавливают минные поля на пути выдвижения нашей техники. В основном это применяется комплекс земледелия. Слава богу, их не так уже много. И они их очень тщательно прячут, берегут, чтобы мы их не нашли. А мы стараемся их найти и уничтожить. Они сейчас снимают с хранения в большом количестве ОМЗ, универсальный минный заградитель, на базе ЗИЛ-131. Это старый советский, это тоже дистанционное минирование. А как это выглядит? Вот можно просто расскажите по-простому, чтобы наши зрители поняли. Это что, они составят пушку и расстреливают мины в разные столицы? Пушка, она знаете, что напоминает? Вот ОМЗ, она очень напоминает немецкий миномет. Время Второй мировой войны был у них такой реактивный миномет, шестиствольный. Еще советские войска его прозвали Ишак. Потому что он когда стреляет, он и-а-а, и-а, вот так улетают мины. Вот там точно такое же. Там ложится заряд и выстреливается этот заряд. Там дальность небольшая, но сам факт, что выстреливается заряд, который открывается и разбрасывает мины. Или, допустим, там, если противотанковая, она одна в этом заряде. Таких пусковых установок на 131-м ЗИЛе три штуки. Три, по-моему, если я не ошибаюсь, по шесть. По-моему, по шесть. Или шесть, или девять стволов у него. Вот считайте, от 18 до 20, ну, в среднем где-то 20 мин противотанковых он может поставить. За считанные там секунды. У него залп довольно быстро происходит. И эти мины хаотично разбросаны. Они во взведенном состоянии. Никакого у тебя формуляра, ничего. Ну, объехать нет. Надо разминировать. Комплекс земледелия представляет собой это самая новая разработка российская. Он только, он в 18-м году закончил испытание. В 20-м стал на вооружение. Единственное, что они его не успели там наклепать в больших количествах. Это он напоминает град. Внешне так где-то отдаленно. У него два пакета, два полупакета по 25 снарядов. Используется маршевый двигатель, как у системы град. То есть реактивная труба с пороховой шашкой. И головная часть представляет собой устройство, которое держит мину. Опять же, это может быть либо противотанковое, либо противопехотное. Там несколько штук их ставится. И она здесь дальность больше. Там, по-моему, уже до 15-10, до 10, по-моему, километров он может ставить минное поле. Вот одна машина 50 мин, если противотанковом исполнении, одна машина 50 мин ставит. Темп стрельбы где-то полсекунды. То есть за 25 секунд вылетает 50 снарядов. И оно накрывает определенную площадь. Опять же, мины разбрасываются в хаотичном порядке, но они все взведенные. И опять же, надо применять методы для их разминирования. Поэтому вот это называется маневр минными полями. То есть они в любой момент, на любом участке могут поставить минное поле. Что крайне усложняет продвижение наших войск. Тогда, может быть, странный вопрос. А вот там, где они наступают, мы можем тоже использовать такие же маневры минными полями? Или у нас нет такой техники? У нас такой техники нет. Ну, УМЗ у нас есть, но в очень маленьком количестве. И то, если мы восстановили базу и завели эти машины. Потому что они 30 лет только при независимой Украине стояли на хранении. Что от них могло остаться? Если их еще не списали. У нас очень ограничено. У нас есть техника инженерная, минные заградители. Но они ставят мины, могут ложить на грунт, могут их закапывать. Но их надо выводить в поле для того, чтобы это делать. Понимаете? Это не дистанционный метод. Так что вот в этом плане мы, конечно же, мы уступаем. Очень сильно уступаем. Общее, тревожное. Сегодня Институт изучения войны написал интересную информацию. Среди прочего, он написал, что у всех этих военных блогеров российских очень тревожное настроение в связи с тем, что они опасаются, что Украина способна пересечь Днепр. И они считают, что нынешнее российское командование, ну, командование группировки Днепр, недостаточно подготовило свои войска к такой возможности. Вот переживают сильно российские блогеры. У них там вообще, у Шойгу, конфликт с военкорами. Потому что Шойгу пытается им рот закрыть, а они пытаются добиться справедливости. А где деньги? Где бронекатера? Кстати, вот и по Днепру в том числе. Где бронекатера? До сих пор не перегнаны. Не создана Днепровская флотилия там. Где другие средства? Где морская пехота? И так далее. Это особенно обстрелился конфликт, когда наши бойцы выложили видео, как лодку, моторная лодка, отнятая у кого-то из местных жителей. И там российские солдаты пытались на этой лодке высаживаться. Наши закидали гранат. Плюс еще они лодки собирали-собирали. Помните, мы говорили, что у местного населения там плавы, обыски, отбирают любые плавсредства. А потом они рванули Каховскую ГЭС. И все эти лодки сейчас где-то дрейфуют в Черном море, их там прибивают к различным берегам. И они остались, опять же, без плавсредств. Поэтому, да, у них там огромная проблема. Плюс линии оборонительной нету, ее же тебе надо строить по новой. А времени нет. А наша артиллерия не дает подойти. Даже там, где они подходят, мы все равно ведем огонь, не даем им создавать эти позиции. А минные поля, которые они ставили, все посмывало, где эти мины, кто на них может подорваться на сегодняшний день. Так что в этом плане, да. Ну и, конечно же, их больше всего раздражает то, что есть районы на левом берегу, который мы контролируем. Причем, насколько я понимаю, там, несмотря на то, что там малыми силами, но на постоянной основе, они не могут туда зайти. Они туда уже и с Кандером били, они туда уже и артиллерии били, а все равно ничего не получается. Видите, они уже предпринимали высадку с Днепра, то есть зайти со стороны воды, и все равно ничего не получается. Если посмотреть на общую такую концепцию украинского наступления, то вот из того, что вы сейчас сказали, создается такое впечатление, что это нестандартно. Вот я не военный эксперт, но поправьте меня. У меня создается впечатление, что это такое нестандартное наступление, когда где-то наступаем мы, где-то наступают они, причем они наступают тоже достаточно ожесточенно. И вот я не знаю, насколько это увязывается с классическим пониманием наступления или контрнаступления. Это первый вопрос. И второй вопрос сразу же, чтобы не перебивать вас уже. Вот общее видение того, что происходит сейчас на фронте к генералам Залужным, его большое интервью в Вашингтон-Пост. Вы знаете, я его раньше прочитывала несколько раз, а сейчас готовилась к интервью с вами, еще раз внимательно его прочла, и у меня сложилось такое впечатление, что оружия совсем мало, что очень хочется самолетов, что они очень нужны. И вот несмотря на то, что говорил генерал Залужным в своем интервью сегодня, да, вот секундочку, сразу тут нужно найти, кто же это говорил, да. Украина не получит современные западные истребители, пока не закончится ее контрнаступление, заявил глава военного комитета НАТО Рок Бауэр. Это вот в преддверии саммита. И Бауэр сказал, что вопрос передачи истребителей Украине не будет решен в краткосрочной перспективе. Это вот, знаете, иногда тот случай, когда лучше не говорить, да. Но у них так не получается. Мы помним, как в начале войны они бесконечно говорили, это не наша война, мы не вмешаемся, не вмешаемся, чтобы не случилось. Мы это, конечно, помним. Но эта история, вот сегодняшнее заявление, оно несколько контрастирует с тем, что говорил генерал Залужный. Вот если можно об общей такой стратегии и тактике, как вы это понимаете, что происходит? Смотрите на фронте. Если брать в общем, стратегически, сейчас происходит выматывание противника. Действительно, тут классика вообще не играет. Ну, я скажу так, это новая классика. Это уже новая классика, новые методики ведения войны. И мы их осваивали чуть раньше, а российская армия их сейчас осваивает, как говорится, на собственной шкуре, на собственных ошибках. Во-первых, нету такого классического преимущества. Во-вторых, нету лобовых атак, таких массированных. Есть штурмовые действия. Преимущество, я имею в виду, превосходство численного, как раньше классика, 3-5, трех-пятикратное превосходство и проламывание обороны противника. Если брать методики 70-х годов, методики холодной войны, то как раз тактическое ядерное оружие применяется для создания бреши в обороне противника. Когда глубоко эшелонированная оборона, хорошо оборудованная, вот тогда наносится одиночный или групповой тактический ядерный удар и в образовавшуюся брешь вводятся основные силы для развития, для расширения прорыва и окружения войск противника с тыла. Вот старая советская классика холодной войны. Интересно. Сегодня нет. Сегодня абсолютно мы, в принципе, даже на многих участках мы в меньшинстве, но при этом мы проводим атакующие действия. Сейчас, ну, для понимания, можно взять за основу операцию на правом берегу Керсонской области. Вот, в принципе, то же самое, кроме того, что просто отличается тем, что масштаб раза в три больше и по численности войск и по площади. И в Керсонской операции мы не проводили атакующие действия. Мы начали атаковать, потом, в принципе, стало понятно, что довольно хорошо они укрепились, и поэтому мы перешли к огневому поражению. Сейчас мы делаем двойную работу. Мы, с одной стороны, выматываем войска противника максимально, а с другой стороны, мы наносим еще и огневое поражение на всю глубину оккупируемой территории. Ведь фактически до уреза воды, до Азовского, до Черного морей, единственный вопрос, пока непонятно, почему-то мы по Крыму не наносим удары, ну, допустим, теми же ракетами Storm Shadow. Как-то так получилось. Там какие-то взрывы есть, и в Севастополе вот был взрыв, буквально вчера были взрывы там и в других городах, но Storm Shadow пока что по Крыму почему-то не летит. Вот это стратегически. То есть сейчас идет комплексное выматывание противника, комплексное перемалывание его сил и средств с целью вытянуть все, задействовать, точнее, в боевой обстановке генерал Залужный. Генерал Залужный пытался до наших западных партнеров донести, скорее всего, пытался донести мысль, вот как я понимаю, что мы столкнулись с довольно серьезной обороной, которую 9 месяцев строили российские войска. И я прекрасно понимаю, что изначально, когда в феврале начинали говорить о подготовке к контрнаступлению, тогда моделирование проходило без учета западной авиации. И, скорее всего, именно поэтому некоторые американские чиновники или политики говорят о том, что в это контрнаступление авиация не предусмотрена. Они в деталях, они знают общую картину, как это все начиналось, как планировалось. А получилось, как говорил Наполеон, план сражения прекращает действовать с первым выстрелом этого сражения. Дальше диктует поле боя. Так вот, поле боя, скорее всего, на то, что сказал генерал Залужный, что желательно получить авиацию сегодня и сейчас, которая может действовать в условиях российской системы ПВО и РЭП, а это, соответственно, западная авиация, а не старая советская, которая могла бы обеспечить и темпы наступления, и сроки выполнения задач. Потому что я так побаиваюсь, что и сроки выполнения задач могут немного сдвигаться туда, в сторону осени. Хотя, с другой стороны, генерал Милли, отреагировав на статью, на интервью генерала Залужного, он сказал одну очень интересную фразу. Он сказал, что, в принципе, мы и предполагали, что первый этап, тот, который сейчас, максимальное втягивание российских войск в боевые действия и их перемалывание может занять 6-8-10 недель. То есть, до 10 недель, а это 2,5 месяца. Предполагалось, в моделях, которые разрабатывалось, предполагалось, что может так затянуться подготовка к основному этапу. Ведь основной этап еще не наступил. Основные силы в бой не введены. Вот это самое главное. Это, кстати, то, что, на мой взгляд, больше всего бесит и раздражает Герасимова. Это то, что он никак не может вытянуть. Они постоянно там говорят, что все, Украина все резервы бросила, 90% резервов бросила в бой. И что уже войск больше нет. И захлебнулось контрнаступление. А я бы сказал словами ихнего псевдовождя Путина, а мы еще не начинали. Это только подготовка. Это только первый этап идет. Так что, вот такая вот, на мой взгляд. И поэтому генерал Залужный сказал, он подчеркнул, что боеприпас это должна быть река, нескончаемая, поток. Хотите, хотите быстро и качественно дайте авиацию. А вообще лучше было бы дать ее хоть чуть-чуть. Как вам сказать, не надо там 120 самолетов. Да, как мы там загибали пальцы, говорили, дайте нам 100, 120, дайте 40, 50. Я думаю, что там разговор идет хотя бы об одной-двух эскадрильях для того, чтобы помогать войскам на поле боя иметь огневое превосходство над противником или выравнивать ситуацию, если такая необходимая. А такая необходимость есть на каждом участке, где мы атакуем врага, где мы проводим штурмовые действия. Так что, вот такое мое видение. Вот и интервью Залужного, и реакции Милли, А политики, как всегда, видите, говорят, что мы же не планировали этого, поэтому не будем давать сейчас, это же не запланировано. Они же не, многие же не понимают того, что война это обоюдный процесс и очень динамичный, и ситуация на фронте может меняться каждую минуту, не то, что каждый час, каждую минуту может меняться ситуация. Поэтому, ну я думаю, что для этого существует Рамштайн. Вот, кстати, у нас мы постоянно натягиваем сюда саммит НАТО, ну я бы разделял это два параллельных процесса. Вы абсолютно правильно сказали, что, ну, НАТО дистанцируется, на пушечный выстрел к войне не подходит. Они очень этого боятся, и блок НАТО, как военно-политический союз, ни в коем случае, они будут стоять за линией горизонта, чтобы только их никто не видел и не слышал в отношении этой войны. Тут работает другая система, тут работает система прямого партнерства между Украиной и странами. Эти страны объединились в коалицию под названием Рамштайн, конференция в формате Рамштайн. Даже гарантии, вот посмотрите, они там готовы сейчас нам предоставить гарантии до вступления в НАТО, даже гарантии они предлагают подписать напрямую между Украиной и каждой из стран гарантов. И таких стран могут быть все 50, которые входят там, или более, которые входят в формат Рамштайн. Сразу вернусь к нескольким моментам. Раз уж вы вспомнили, НАТО немножко, пару слов, да, о самом саммите мы поговорим, если можно, уже постфактум, а вот до хотелось бы просто вот услышать ваш прогноз. То, что Столтенберг остается, это что-то означает для Украины или нет? Потому что вот для наших зрителей я хочу напомнить, что Столтенберг заявил еще прошлой осенью, что он уходит, он даже приезжал попрощаться в Украину, потому что он уходил. Затем возникла интрига, о которой писали не одно западное издание. Интрига заключалась в том, чтобы он у Олес претендовал на позицию Британии. Ну, давайте начнем, что первый кандидат был Адаля Грибло-Скальт. Ну, да. Потом у Олес был, нет, потом даже ходили разговоры, что Бориса Джонсона будут предлагать, потом у Олеса, а вот Олес это сейчас последний вроде как кандидатур. Да, и вот когда его предложили в последний раз, то резко против этого выступил Байден. И когда он был категорически против, что британцы обиделись, что Байден так не посоюзнически поступил, и вот это очень интересный момент. И вот, и было решено оставить еще на год Столтенберга. Вот на год, вот эта штука, да, на год. Что для вас это означает? Означает ли это, что это каким-то образом отразится, повлияет на российско-украинскую войну? Ожидал ли Байден, мог ли Байден думать, что если, скажем, Байнуолес будет там генсеком НАТО, то тогда это будет более активное вмешательство блока в эту войну, потому что британцы, они же вот первопроходцы в некоторых моментах, да? Или не факт, или это я тут себе... Они не просто первопроходцы, они тот триггер, который постоянно бьет током этим шокером, бьет США, чтобы они быстрее начали принимать решения. Я думаю, что Соединенные Штаты консервируют ситуацию. Их устраивает такая... Столтенберг оказался таким, на мой взгляд, ну, нейтральным, что ли, политиком в плане сдерживания участия блока в этой войне. Вы посмотрите, что нам... Политическая поддержка полная со стороны блока, да? Была поддержка гуманитарная по медицине и была поддержка по топливу. Да, они там в самом начале дали нам... Все еще смеялись, 50 тонн топлива. Вот. А потом они военно-технические или грузы двойного значения они откинули. Вообще осталась гуманитарка, это продовольствие и медицина, вот, и политическая поддержка. И вот эта ситуация, вы абсолютно правы, что, ну, на мой взгляд, что Соединенные Штаты боятся, что та же Великобритания, которая действительно является триггером в плане оказания военно-технической помощи Украине, может сподвигнуть, ну, может повести более олыс, может повести более агрессивную политику. В плане той же Российской Федерации. И Россия сразу же... Вы же смотрите, Путин спит и видит, чтобы втянуть блок НАТО в войну. Это его мечта. Дело в том, что втягивание блока НАТО в войну дает Путину новую легитимизацию на международной арене. Все. Он мировой лидер. Он воюет с НАТО. И он сразу же пойдет на переговорный процесс. Сразу же. А что делает на переговорах? Встречается, разговаривает, ищет компромиссы, пожимает друг другу руки. Понимаете? Вот чего добивается Путин. И сейчас вот Столтенберг действительно занял такую позицию, которая многие над этим смеются. Кто-то даже обижается. А я считаю, что абсолютно правильно. Для того, чтобы не поднимать уровень войны с региональной войны на мировую, ранг мировой, сколько у нас сегодня? 32 страны НАТО, там, ну, Швеция чуть-чуть подзадержалась в дороге, 33-е. Это мировая война, извините. И переговорный процесс сразу будет, это знаете, как там, объявить войну и сдаться в плен. Так вот, Путин поступит точно так же. Он постоянно, обратите внимание, постоянно, перехват нарушения воздушного пространства, нарушения морских границ, или на грани фола нарушения, да, провокации на сухопутных границах. Он все время хочет, чтобы НАТО сделать. Вот сейчас новые провокации на белорусско-польской границе, да, опять мигранты штурмуют. Лукашенко все никак не может успокоиться. Ну, я думаю, что там не Лукашенко, там Россия, скорее всего, заправляет. Для чего? Для того, чтобы поляки применили силу и Путин скажет, вы напали на союзное государство, вы агрессоры. Тут же совбез ООН, тут же осуждение, а потом выходы, ну, я же миротворец, мы же не собираемся мировую войну раздувать, да, давайте переговоры. И в этом случае будут переговоры не с Киевом, а с Брюсселем. И приедут так же, как на саммит Вильнюс, приедет Джо Байден, приедет этот самый Сунак, приедет Шольц, Макрон, и там пятая-десятая. Орбан приедет, который начнет там поддерживать, понимаете? Вот в чем Австрия, которая такая, непонятно она с какой стороны баррикады, где-то она там над баррикадой зависла. Вот чего добивается Путин. Поэтому Столтенберг на сегодняшний день как нейтральная фигура, на мой взгляд, это идеал для НАТО. А уже после окончания войны там уже начнутся внутренние, как всегда, внутренние подковерные игры, кого назначаем, голоса будут собирать и все остальное. И уже там может быть политика, там можно уже и агрессивную политику проводить. Потому что по итогам войны надо будет что? Надо будет поднять знамя гонки вооружения. Еще два вопроса, если позволите. Первый это вопрос с вагнеровцами. Сегодня в сети появилось фото вероятного лагеря вагнеровцев в Беларуси. Мониторинговая группа белорусский ГАЮН сообщает, что несколько дней назад члены подсчитывали, что на спутниковых снимках лагеря в селе Цильпо-Тасиповичами разбито около 298 палаток приблизительно на 30 человек и того на 8000 человек. Вот эта история с вагнеровцами вот генерал Залужный в своем интервью достаточно серьезно отмелься к этой истории и сказал, что это дополнительная проблема, что то, что вагнеровцы ушли, никак не ослабило и не отразилось пока на фронте. Но, по крайней мере, на тот момент, когда выходило это интервью, это выглядело так. Поэтому, как вам представляется, что вот с этой угрозой из Беларуси и вагнером? Ну, давайте так. Я думаю, что начнем с лагеря, с палаток. Я думаю, что это строительство того учебного центра, который сегодня организован на полигоне Васиповича и на полигоне в Бресте по подготовке российских мобилизованных, которых туда постоянно гоняют. Мы об этой ротации периодически говорим. Как только ротация, мы о ней вспоминаем. Как ротации нет, так мы об этом забываем. Могут ли они быть использованы под вагнеровцев? Ну, думаю, что могут, но при условии. Первое, если Лукашенко удастся влезть в проект Вагнер в плане подготовки бойцов. Это первый вариант. И второй вариант, когда если Лукашенко договорится с Пригожиным, допустим, для того, чтобы взять инструкторов вагнеровцев в качестве инструкторов, как он говорил, для обучения белорусской армии. Чтобы они научили их воевать. Потому что у белорусской армии нету боевого опыта. Все Лукашенко не имется. Пролить кровь белорусов хоть где-нибудь, хоть как-нибудь, хоть полведерка. Но в этом случае смотрите, в первом варианте, если Лукашенко удается влезть в проект Вагнера, значит, действительно, лагерь подготовки не на 8 тысяч человек. Я думаю, что это очень много. Это значит, что заработает опять в 29 регионах России заработают вербовочные пункты Вагнера, будут наниматься наемники, но тут совсем другое качество наемников. Тут будут наниматься наемники, которые поедут выполнять задачи в Африку и на Ближний Восток. То есть вы считаете, что это не подготовка на Украину? В Украине они могут быть использованы в качестве диверсионно-разведенных групп, в том числе вот то, что говорил генерал Залужный, почему он так. Он абсолютно правильно. Для него это проблема. Это еще один вариант плана отражения нападений или защиты наших северных рубежей для генерального штаба. Им надо отработать разные варианты. А варианты могут быть это просачивание ДРГ в том числе этих так называемых вагнеровцев на нашу территорию с целью совершения террористических актов и допустим вывода из строя инфраструктурных объектов. То есть не ракетами так пешими группами. Поэтому для генерального штаба это задача. Для главкома это вопрос, который надо решать, быть готовым к его решению, а для этого надо проработать варианты. Но для врага я думаю, что основной дело в том, что амбиции Путина, на мой взгляд, судя по тому, как они сейчас гнобят Вагнер, разоружают, они, кстати, поотбирали у них сейчас идет танки, бронетранспортеры отбирают. Я думаю, что сейчас проводятся это любимое слово российского командования фильтрационные мероприятия, они локализовали и блокировали подразделение Вагнера, и сейчас идет фильтрация в плане того, что ты либо подписываешь контракт с Министерством обороны, тогда он уже тогда не Вагнеровец, он военнослужащий и попадает на линию фронта в Украину. Да, он может попасть в эту Шторм-Зет роту, которую они там формируют, может попасть в ЧВК Патриот, который они там формируют и третья там не помню еще одна у них ЧВК они там пытаются формировать. А все остальные будут либо осуждены по новой, как говорил Патрушев, в связи с участием в битеже и получат сроки пожизненные, то есть никогда уже не выйдут на свободу, может быть часть, которая выслужила, отслужила этот контракт 6 месяцев, больше 6 месяцев воюют, они могут, они не думают, что Путин их отпустит. Что-то у меня такое впечатление, а оставить им оружие и выпустить их с территории Российской Федерации, вот тут Шойгу вместе с Гераси он костями лягут, но они этого не допустят, чтобы была где-то неподконтрольная им силовая структура, такая как Вагнер, а с другой стороны еще вы не забывайте, что как сказал Путин, финансирование было государственное, боеприпасы были чьи, армии России, танки были чьи, армии России, автоматы были чьи, армии России, поэтому второй вот вариант, который я сказал, что в качестве инструкторов, они могут в частном порядке приехать там, но это будет не 8 тысяч, это будет несколько сотен инструкторов, которые будут на этом полигоне организуют учебное подразделение и будут тренировать допустим армию Беларуси, но если она еще выдержит, потому что у нее там недавно состоялось 60-е продление учений, то есть они с марта 22-го не вылазят с полигона, и у них вот 60-е продление учений по проверке боевой готовности войск, там эти войска уже пластом лежат в этих окопах, ну столько, я не знаю сколько можно, сколько можно выдержать. Проверьте просто от пальчиков до макушки уже все. Да, и плюс они же там, ну добровольцы, я так понимаю, подписали контракт и ушли воевать, те, кто там, у кого порох в одном месте там дымился, то они ушли воевать в Украину в составе этих вооруженных сил России. Вот, так что вот такая вот ситуация, а влезть в общую структуру по подготовке спецов для африканских стран и Ближнего Востока, ну здесь я думаю, что Путин тоже не будет делиться. Почему? Потому что эти люди допущены к охране алмазных копий, к золотым приискам, они знают, где, куда это все перевозится, как это, они же сопровождают, они охраня, обеспечивают охрану прииска, и допустим, золото к месту хранения, к месту его первичной переработки и так далее и тому подобное. То есть, ну это такой проект, кстати, это один из элементов страхового полиса Пригожина. Почему Пригожин? Летает в Санкт-Петербург, летает в Москву, возвращается в Минск, сидит у себя, ну не сидит, а писали, там Фонтанка писала, это петербургская газета, что человека, похожего на Пригожина, видели в офисе его организации ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге. То есть, никто его не арестовывает, никто, да, да, Суровикин, но там руки выкручивает наверняка, и он там диктует фамилии всех причастных, сдает налево-направо и себя, и товарищей по мятежу. А с Пригожиным вежливо разговаривают, ну по некоторым данным Кириленко ведет с ним переговорный процесс. На минуточку это... С Пригожиным имеется в виду. Да, да, потому что у Пригожина оказывается в руках очень много активов. В медиа империю его вроде как закрыли, которая вот прославляла, пропаганда российская сейчас развернула все стволы против вагнеровцев, они даже Солидар приравняли к Мариуполю и сказали, что вот доблестные российские войска Мариуполь взяли, а Солидар ну вроде как тоже взяли, но не так взяли, плохо взяли. И вагнердцы оказывается нехорошие воины, и поэтому вот они так плохо брали Солидар. А теперь еще там, кроме этих активов выяснилось, что есть такая компания Конкорд, которая оказывается есть монополистом по поставке продовольствия в России. Ну сейчас вроде с ней разорвали контракт с ней, да? вроде как там пытаются, они пытаются отыграть, а это все говорит о том, что расправа все ближе и ближе. Чем Медиа Империю закрыли, с поставками продовольствия пытаются сейчас перехватить, передать другим компаниям или эту редернуть саму эту компанию Пригожина. Останется там еще потрусить его на предмет активов и все, дальше он уже больше, он никто и звать его никак. Так что там очень такая, поэтому я думаю, что вряд ли все эти 8 тысяч койко-мест в этом лагере предназначены для вагнеровцев. Нет, я думаю, что вряд ли мы там увидим. Олег, ну и я понимаю, что возможно я немножко передержу, но вот сколько у вас есть времени, да, не могу не задать вам этот вопрос. Дело в том, что появилась информация, Вашингтон пост опубликовала, что директор ЦРУ совершил недавно поездку в Украину, они назвали секретной поездкой, я сомневаюсь, что визит главы ЦРУ в Украину был бы не секретным, вот, но тем не менее, да, они подают это как секретная поездка главы ЦРУ в Украину. и якобы, вот, что, как американцы объясняют, зачем же Бёрдс сюда приезжал официально. Директор Бёрдс недавно совершил поездку в Украину, как он это делал регулярно, сначала недавняя агрессия России более года назад, и целью было заявлено, что он хотел подтвердить приверженность администрации Байдена на обмену разведданными, призванными помочь Украине защитить себя, добавил чиновник американский. Вот, но что еще они написали, это интересно, да, публично украинские, это я цитирую сейчас выдержки статьи, публично украинские официальные лица выражают недовольство критикам и критику темпов контрнаступления, но в частном порядке военные в Киеве передали Бёрдсу и другим людям уверенность в том, что к осени они намерены отвоевать значительную территорию, перебросить артиллерию, ракетные системы в пограничной линии контролируемой Россией Крыма, продвинуться дальше в восточную Украину, а затем открыть переговоры с Москвой впервые после того, как мирные переговоры сорвались в марте прошлого года. И Россия пойдет на переговоры только если почувствует угрозу, сказал высокопоставленный украинский чиновник. Вот так американские здания подают, что якобы Украина сама пообещала вот Бернсу, что мы достигнем таких вот больших успехов и сядем за стол переговоров. Ну, это как бы то, что плюс-минус газета написала, да, но я так понимаю, много же осталось за кадром. Вот вообще сам визит Бернса, это нормально с точки зрения там войны, или вы видите в этом какую-то особенность? Я вижу в этом особенность и даже некоторую опасность. Дело в том, что во время войны переговорный процесс ведут спецслужбы, ведут разведки. И поэтому Бернс, это мог быть пример челночной дипломатии. могли обсуждаться варианты, и варианты по-разному. То, что нам сказали, что вот допустим, выйти на границы, на админграницу Крыма, поставить ракетные войска артиллерии, чем это не план выйти на линию 24 февраля, а перед этим освободить значительную часть территории, да, и начать переговорный процесс. Единственное, что мы здесь не знаем с вами точно, это кто был инициатором, и кто предлагал вариант, понимаете, нам говорят, что с одной стороны предлагалось, а может это был вариант, который привез Бернс, а может это был, так что я вижу, что Соединенные Штаты не оставляют вот этот вариант, есть силы, есть определенные круги, в том числе и в США, которые ведут переговорный процесс, есть сторонники войны, есть противники этой войны, есть сторонники нашей победы и таких большинство, а есть те, кто готов сегодня помириться с Путиным и вернуть все как было, вернуть все взад, как говорят эти самые, вот, поэтому, но то, что Бернс приезжал и его не было полтора года, он последний раз приезжал по-моему накануне 21, в конце 21 года он последний нет, помните он еще приезжал осенью кажется прошлого года еще под бомбежками у нас здесь помните это мы с вами обсуждали кстати ну то есть видите как-то поэтапно раз в пол получается где-то раз в полгода он приезжает но в любом случае скажу что это челночная дипломатия и что это обсуждение каких-то планов а судя по реакции с нашей стороны что такие вещи не должны быть доступны значит планы может быть не совсем в нашу пользу Олег спасибо вам огромное спасибо что были с нами мы очень вам благодарны как всегда спасибо Олег Жданов спасибо Олег Жданов был сегодня с нами на связи за что мы страшно благодарны конечно признательно вам наш спонсор на платформе Патреон оставайтесь субтитры и если вам понравилось то, что вам понравилось